До начала летнего сезона в Абхазии чуть больше месяца. В одном из самых востребованных среди туристов городов – Новом Афоне – жители активно готовятся к приезду отдыхающих. Но главная роль в создании привлекательного внешнего облика города, безусловно, отведена местной администрации. По словам ее главы Феликса Даутия, туристы посещают Афон практически круглый год. Поэтому работа по улучшению инфраструктуры не останавливается. Мы как бы не останавливаемся, как бы готовиться к сезону. Для нас, как вы понимаете, зимой и летом, конечно, если сравнить, конечно, зимой намного меньше. Но мы фактически и на зимние каникулы принимали туристов. И на каждые праздники к нам в город заезжают очень много туристов. Есть, конечно, много проблем, но проблемы как бы решаются потихонечку. Главное, как бы на сегодняшний день есть, конечно, проблема и немного и с водой, и с канализацией. Эти вопросы как-то надо глобально решать. То, что зависит от нас, имеется в виду то, что мы можем делать, мы делаем, мы не останавливаемся ни на минуту. И в целом, можно сказать, что мы как бы к урокному сезону готовы. В городе, где основной доход жителей зависит от туристического сезона, каждый пытается создать благоприятные условия для комфортного пребывания гостей. Но безопасность и вопросы здоровья отдыхающих стоят на первом месте. Новоафонская больница наряду с другими ведомствами готовится к началу лета. По словам главврача Луизы Ардзенба, в разгар сезона с жалобами в стационар за день обращаются более 20 человек, в основном с пищевыми отравлениями. Весь коллектив готовится, потому что нагрузки увеличиваются в разы, особенно нагрузка скорой помощи и кабинетов, консультирующих приезжих особенно. Больше всего, конечно, бывают отравления, это пищевые токсикоинфекции. И приезжают и больные, которым нужно оказывать специализированную помощь. То, что мы можем на уровне догоспитализации, мы все делаем на нашем уровне. Те, которые нуждаются в стационарной помощи, конечно, мы отправляем или в Гудаутскую больницу, или в Сухомскую. В туристический сезон особая ответственность ложится на правоохранительные органы, которые обязаны обеспечить безопасность гостей республики. В местах большого скопления туристов нередко происходят кражи личного имущества. По словам заместителя начальника новоафонского отделения милиции Дениса Бганба, в прошлом году было зарегистрировано 22 преступления, из которых раскрыто 4. Но в этом году планируется установить камеры видеонаблюдения в самых многолюдных местах, что, по его мнению, позволит сократить количество правонарушений и увеличить их раскрываемость. Проводится патруль, что в дневное время, то и в ночное. Люди стоят на своих местах, там, где больше отдыхающих. По возможности, так и администрации города, на бюджет заложено миллион рублей для установления камер видеонаблюдения, что нам очень сильно может помочь в нашей работе. В новом Афоне практически нет больших гостиничных комплексов и санаториев. Зато хорошо развит частный сектор. Жители расширяют свои дома и открывают мини-отели, которые позволяют принимать более десятка посетителей в сутки. Зачастую жители города заключают договоры с российскими и абхазскими турфирмами, которые привозят и расселяют туристов. Мы фактически готовы. У нас договора с турфирмами. Уже семь номеров забронировали. У них начнется с июня месяца до конца сентября. По прогнозам туристических компаний, сезон 2016 будет гораздо успешнее предыдущего. Спрос на отдых в Абхазии возрос в разы. Но качество отдыха гостей нашей республики обеспечить будет не так просто. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.